Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами открываем очередную порцию контейнеров болельщика. Я собрал 32 конта по 8 контейнеров на 4 своих аккаунтах. На большее количество просто физически не хватает устройств для того, чтобы просмотреть. Я бы просмотрел из большего количества с удовольствием. Теперь давайте сразу пройдемся по нюансам. Ребята, обращаю еще раз внимание, не обязательно, что с телефона, когда вы заходите на просмотр трансляции, когда вы заходите через новость, допустим, в новость заходите, выбираете без себе соответствующего комментатора, то когда вы заходите с телефона, не обязательно, что в хроме начинается начисление вам времени, которое необходимо собрать для того, чтобы получить контейнеры. Смотрите обязательно внимательно на то, увеличивается ли количество времени просмотра, который выделяется в трансляции вот здесь вот справа с синим. Ребят, если начисление не идет, у вас есть с момента начала трансляции 10 минут на то, чтобы решить свои технические проблемы, если вы хотите забрать полностью все 8 контейнеров. Ну, в данном случае уже все 6 контейнеров, потому что сегодняшняя трансляция вечерняя. Она будет не на 8 контов, а на 6. И стоит об этом помнить. Говорю просто к чему, что трансляция начинается ровно в 8 часов вечера по ЦЭТ, и начисление будет заканчиваться в 22.10, если смотреть по предыдущим трансляциям. Возможно, в этой трансляции что-то изменится, но я думаю, что нет. По крайней мере, не должно такого быть. Поэтому, ребятки, помните, у вас есть всего 10 минут на решение своих технических проблем. Теперь, что касается некоторых уточнений. Первое, что хочется сказать тем ребятам, которые пишут в комментариях о том, что это не халява, потому что вы 3 часа жизни на что-то там тратите. Ну, во-первых, не 3 часа жизни, а 2. Во-вторых, есть те люди, которые смотрят трансляции ради удовольствия, вот точно так же, как все мы с вами смотрим боксерские поединки, или, допустим, там чемпионат мира по футболу. Ну, нельзя же сказать, что мы тратим время впустую. Кому-то нравится сидеть и смотреть, почему бы и нет. И еще, ребят, писали в комментариях, и многие так делают, по поводу того, что они просто включают трансляции у себя там на ноутбуке, на компьютере, на телефоне, и благополучно все время, пока идет трансляция, занимаются своими делами. Единственное, что, ребят, обратите внимание, что на телефоне есть такая функция, ровно, кстати, как на компьютерах. Это отключение устройства и уход устройства в ждущий режим, в случае, если вы долго его не дергали, то есть не там нажимали на экран и так далее. Поэтому заблаговременно вот эти все вещи тоже проверьте, потому что как только в спящий режим устройство уходит, соответственно, вы перестаете получать время начисления нового контейнера. Теперь, что касается халявы этой или не халявы. Ребят, эта халява однозначная по одной простой причине, потому что 8 лет назад, когда я начинал играть в танки, не было ни контейнеров халявных, ни каких-то там, я не знаю, бустеров на золото, за которые можно было голдишку получать. Короче говоря, вот тогда действительно халявы не было. Сейчас это халява, вы ровным счетом ничего не делаете, вы не тратите ни одной копейки на то, чтобы получить какие-нибудь дополнительные призы в данной игре. Поэтому, ребятки, пожалуйста, обращайте внимание на мелкие нюансы и помните, что халява есть халява, какая бы она ни была. Ну что, давайте теперь будем открывать контейнеры. Вроде бы все обсудили, если что-то не обсудили, пишите обязательно в комментариях. И да, ребят, подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь для вас, поэтому буду благодарен за поддержку моего начинания. Становитесь одним из нас. Ну что, поехали, открываем первые 8 контейнеров на одном из аков. К слову скажу, вот эти вот все танчики у меня есть, кроме Т-44-100. Т-44-100 у меня отсутствует на каком-либо из моих аккаунтов, которые у меня есть вообще, в принципе, уж тем более на тех, которые я свечу в своих видео. Вот эти вот все танчики, Прога, ФЦМ, слава богу, с прошлого видео М41, Е25, КАИТ-23Е3, они все есть у меня на основе, поэтому в целом я буду очень рад, если мне выпадет Т-44-100, а уж если он выпадет мне на основном аккаунте, ну я вообще, наверное, сделаю мокрыми и теплыми свои штаны от счастья. Ну что, поехали, будем сейчас пытаться рискнуть. Так, мне выпадает, мне выпадает 7 дней прямо на аккаунте, которым я не пользуюсь, и части сертификата на танчик, который у меня есть. Ну, все равно окей, хорошо, халява есть, почему бы и нет? Если бы это был мой основной аккаунт, все равно бы обрадовался, потому что в целом я получаю все абсолютно бесплатно. Так, танка нет, к сожалению. Ай, блин. Не, вообще я не знаю, честно говоря, сможет ли сегодняшнее открытие контейнеров затмить бурю эмоций, которая была у меня вчера, когда мне М-ка выпала, но я все равно очень сильно надеюсь, что мне фортанет. Хотя слабо в это верю, но не думаю я, что... Вот, камуфляж номер 1. Камуфляж номер 1 для Е25-ки. Смотрим. Да, очень мне обидно, честно говоря, что не на основе это выпало. Там у меня 25-ка блоха есть, я бы с удовольствием одел ее в этот камуфляжик. Мы с вами обязательно посмотрим, можно ли его скинуть за что-то, и в частности за голду, допустим. Ну, блин. Окей, хорошо. Так, забираем призы. Давайте с вами посмотрим, можно ли этот каму на голдишку, допустим, обменять. Потому что на данном аккаунте, во-первых, я, честно говоря, не помню, есть ли у меня здесь 25-ка. Сейчас посмотрим. Так. Так, седьмой левел. Хорошо. По-моему, семерка ждаем, где 25-ка. Нет, 25-ки у меня здесь нет. А раз у меня 25-ки нет, то если можно будет обменять камуфляжик на голдишку, то я, скорее всего, так и сделаю. Зачем она мне здесь? Так. Смотрим. Обмен. Нет, на осколки. Нет, ну на осколки жаба давит. 240 осколков всего лишь получить за классный каму. Нет, я не готов. Ну что, прыгаем на следующий аккаунт, посмотрим, что выпадет там. Итак, друзья мои, на второй аккаунт мы с вами перепрыгнули. Пока переходил, забыл сказать следующее. Мне в комментариях писали по поводу того, что вот этот вот, допустим, там, мини-ивентик мне не понравился. Здесь же тоже есть халява. А вот этот сейчас прикол по поводу трансляции меня устраивает. И чем халява от халявы отличается. Давайте обозначу сразу, чем мне нравится халява с вот этими вот контейнерами, тем, что здесь есть разнообразие и возможность получить машины, безусловно. Чем мне не понравился конкретно вот этот с рейтинговыми боями мини-ивентик, так это тем, что здесь, ну, просто однообразно все. Пресно и абсолютно неинтересно. Ты получаешь от раунда к раунду, там, да, от чекпоинта к чекпоинту, ты получаешь одни и те же призы, не считая восьмого и десятого уровня. Именно вот этим однообразием мне и не понравилось. Но, ребят, я абсолютно полностью разделяю вопрос того, что Wargaming это коммерческая компания. Это их коммерческий проект. И они не могут одаривать нас постоянно халявой, завалить нас премиумными машинами. На тебе катайся и ничего у нас не покупай. Поэтому к этому тоже с пониманием необходимо относиться. Поэтому я обозначаю, я за халяву в любом ее виде. И благодарен разработчикам, как бы эта халява мне не доставалась. Но, ребят, все-таки однообразие унылое, оно немножко удручает. Вот и все. Ну что, открываем контейнеры. Смотрим, что здесь будет из восьми контов. Я очень надеюсь, что все-таки выпадет мне 44100. Так, ладно, хорошо. Здесь, честно говоря, скудненько. Но все равно, если бы была основа, то какая-никакая халявка прилетела. Многие, кстати, ребята писали по поводу того, что им не выпадает нормально ничего. Но и были ребята, которые писали, что им падает. Плюс к тому, хочется обозначить, ребят, что когда я говорил, что мне за 8 лет ничего не выпадало. А в частности, выпала одна машина за 8 лет. Я говорил о платных контейнерах. Из бесплатных контейнеров мне машины порой выпадают. А вот из платных контейнеров за реальные бабки, либо за золото, мне не падает ровным счетом ничего. Один раз, по-моему, полгода назад машина упала на твинке. Все, это все, что было у меня за 8 лет. Так, последний контейнер. Не думаю я, что здесь что-то выпадет. Короче говоря, если веге мне и подкрутили, то мне сдается, что подкрутили немножко в обратную сторону. Ну что, переходим на третий аккаунт. Ну что, братцы, добрались мы до очередного моего аккаунта. До непростого. Это второй по значимости аккаунт у меня. И он на втором месте после основы. Если в предыдущих двух аккаунтах я как-то спокойно относился к тому, что мне оттуда из контейнеров выпадет, то здесь у меня уже потихоньку начинают ладони мокреть. Потому что начинаю действительно некисло переживать и беспокоиться. Меня не поддерживает Wargaming, у меня нет пресс-аккаунта, и навряд ли веге на меня обратят в ближайшее время внимание. В уж частности в этом отношении. Поэтому я реально беспокоюсь за то, что у меня есть на аккаунтах. И мне очень сильно хочется получать те машины, которых нет, для того, чтобы снимать на них честные обзоры. Такс, поехали. Жаль, жаль. Блин. 7 осталось. Ну, в принципе, шансы есть. 7 аккаунтов, господи, 7 контейнеров. Но, правда, аккаунт уже третий, и заметьте, не выпадает. Вот на третьем аккаунте машина не выпадает вообще никакая. То есть там, кстати, ребята писали по поводу того, что упал ФЦМ, и расстраивались из-за этого. Ребят, ФЦМ не настолько неприятная машина, это во-первых. Ну, а во-вторых, халява есть халява. Поэтому радуйтесь тому, что вам достается бесплатно, а не расстраивайтесь из-за того, что не досталось то, о чем вы мечтали. Блин, да ну что ж такое-то, а? Ну, давай, давай. Ладно, не получилось. Ну что, вот теперь у нас преддверие барабанной дроби, потому что мы с вами переходим на основной мой аккаунт. И вот там вот действительно я очень сильно хотел бы заполучить несуществующие у меня, я имею в виду, не стоящие в ангаре машинки. Ну что, погнали. Итак, друзья мои, добрались мы до основы. И перед тем, как будем начинать открывать контейнеры, хотелось бы сказать следующее. Я хотел бы назвать причину, по которой тебе конкретно стоит стать частью нашего канала, стать одним из нас. Одна из причин заключается в том, что я, наверное, один из немногих авторов, которым не пофиг. Которым не пофиг, на что ты потратишь свои деньги, на что ты потратишь свое золото. Который реально переживает за каждого из своих подписчиков. И подтверждением тому является живое общение в комментариях под каждым из видео. Поэтому, если ты хочешь в этом убедиться, первое, заходи под видосы, посмотри комментарии. И второе, подпишись на канал на пару неделек, и ты поймешь, что я говорю чистую правду. Итак, открываем. Т-44-100, не верю, что получу. У меня, честно говоря, уже даже настроение немножечко так как-то упало. Но, ребят! Но, ребят! Мне падает каму на Е-25-ку. И я ее обязательно переодену. Даже, наверное, сейчас это сделаю. И я хочу посмотреть все-таки на эту машину у себя в ангаре. В ее великолепном натуральном внешнем виде. Я не из тех ребят, которые, ну, понимают смысл, да, и видят смысл покупать себе каму. Легендарные какие-то, либо эпические. За реальные деньги или за голду. Я все-таки из тех ребят, которые считают, что траты, они должны быть рациональными. Ну, а если ты считаешь по-другому, пиши, пожалуйста, в комментариях. Просто говорю за себя. И вот, когда я получаю каму вот так вот на халяву, то понятное дело, что мне хочется свою машину привести в ее уникальный внешний вид. В ее натуральный, точнее, внешний вид. В тот вид, в котором она действительно должна быть. Я с удовольствием это делаю. Такс, где ты там у меня? Устанавливаем. Не, ну, согласитесь, все-таки натуральный внешний вид машины, которым изначально разработчики его видели, он порой довольно-таки классный. Мне лично очень сильно нравится. Ну что, продолжаем открывать контейнеры. Осталось там голема, по-моему, 6 штук. Но, в целом, шансы все-таки, ребят, еще какие-никакие есть. 5 штук осталось. Ну, ладно. Окей, 5 так 5. Достану он Т-44-го или нет? Я очень сильно хочу. Я прям так хочу. Блин, аж лицо трясется. Но какая-то частица меня понимает, что навряд ли это произойдет. Осталось 3. Ну, давай. Давай, зараза ты неподкрученная. Ну, пожалуйста. Блин, ну падает. Ну, голема падает, реально. Халява, да, окей, вопросов нет. Но настроение реально... Блин. Ладно. 5 дней према. Окей, все равно. Чего-то где-то понабирал. Попадали какие-никакие все-таки сертификатики. Почему бы и нет. Ладненько. Ребят, у нас в любом случае есть еще возможность получить 24 контейнера. Сегодня трансляция, как обычно, в 20.00 по ЦЭТ. Если кто не знает, как понять, сколько это по вашему времени, заходите в описании к видосу к этому. Перейдите по ссылке, и вам все станет ясно. Помните о всех тех граблях, про которые я вам говорил. И, ребят, я очень сильно надеюсь, я держу пальцы крестиком за каждого из вас, и надеюсь, что вам повезет, и вы получите ту машину, которую вы бы хотели. Ну, или хотя бы получите машину, уже бог с ним, ту или не ту. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. А я вам искренне желаю побед, фарта, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.